Пробирает до костей. Погода стала по-настоящему зимней. Отметка термометров приблизилась к минус 20. Дневная температура ниже климатической нормы на 10 градусов. Синоптики уже назвали пришедшие холода аномальными. Морозы вносят коррективы в работу всех городских служб. Слово Татьяне Кастанда. Холода и болезни всегда идут рядом. Ангина и бронхит сейчас на пике популярности. Врачи советуют одеваться как можно теплее. С тканей ближе к телу предпочтителен хлопок. Детям и пожилым гражданам выходить на улицу желательно при температуре до минус 10. Прогулки должны быть короткими. Когда вы выходите на улицу сейчас в морозе, ни в коем случае не должны быть увлажняющие крема у вас на лице. Женщинам это противопоказано и всем. Потому что увлажняющие, это как вода, притягивает наоборот, лицо будет у вас мерзнуть. Это жирные крема должны быть, защитить кожу, открытые места. К холодам стоит относиться серьезно. В химках уже есть случаи, обморожений. За последний период похолодания в городском округе Химки зафиксировано два случая общего обморожения. Эти случаи были связаны с алкогольным опьянением и пациенты доставлены в стационар для лечения в стационарных условиях. Особое внимание образовательным учреждениям. В каждом установлены приборы учета тепла, чтобы тщательно следить за температурой. Она регулируется в зависимости от похолоданий. Пока школьникам беспокоиться не о чем. Уроки отменят только в минус 30. У нас все учреждения работают в штатном режиме. Ни аварий, ни повреждений на систему отопления в образовательных учреждениях не было. Во всех организациях сферы ЖКХ сформированы бригады круглосуточного дежурства. Главная проблема – смещение трубопроводов, которые происходят при замерзании земли. Все утечки оперативно устраняются. 13 декабря строителями ООО «Шереметьево-4» был порван кабель в микроволине Клязьма, что привело к отключению котельной «Олимпиец». А котель «Олимпиец» у нас питает теплом два дома. Нам удалось не допустить размораживанию системы отопления. Морозы будут крепчать, настоящие холода, по прогнозам синоптиков, начнутся со следующей недели, когда дневные температуры опустятся ниже 20 градусов. Татьяна Костанда, Валерий Алексеев, Служба новостей.